Доброе утро, страна! Книгу, возможно, не занесено. И как вы к этому пришли? Вы, да, скажете? Это в работе основным задачам является оперативное выявление и пресечение браконьерства, занесено в Красную книгу. А много вообще браконьеров у нас? Да, много, достаточно много. А сотрудников, наверное, во много раз меньше? Ну да, сейчас просто браконьерство с каждым годом все больше и больше продвигается, новые технологии. Государственные органы не обеспечены полной технологией, которая соответствует именно по их разработке. И бывают определенные трудности, конечно, работа сложная, специфическая. Ну, как говорится, грех жаловаться, что-то справляемся. Ну, у охотников, наверное, тоже есть какой-то сезон, когда они выезжают. Вы знаете и стараетесь, наверное, заранее пресекать какие-то моменты. Да, основной сезон именно осенью начинается. Весной этот уже запрет на охоту. И осенью у нас получается сезон охоты, и в это время у нас побольше работ, как бы, часто выезжаем на рейды, по выявлению браконьерства. На кого вообще любят охотиться наши горожане? Ну, основной город Козлов. То, что попадает браконьеры, они не разъявляют. И без разницы. Когда человек входит в азарт, это тоже по-своему азарт, и он уже забывает обо всем. Первая его задача – это убить этого животного. И им без разницы, какое животное перед ним. Какое ждет наказание, если вы все-таки ловите этих браконьеров? Ну, это в зависимости от какого животного. Допустим, если у нас самый большой штраф – это на снежного барса, это полмиллиона сомов, 500 тысяч сомов. И дальше уже определенный, когда каждого животного есть своя таксу по штрафу. Далее уже 400 тысяч сомов на архара, горного барана. В зависимости, скажем так, от того, насколько высока и насколько большая популяция у животных. А вот на ваш взгляд, скажите, оправданы вообще эти штрафы? Они помогают? Или нужно вводить еще какие-то виды ответственности, помимо административной? Ну, это законодательные органы, надо было еще жестко. И штрафы еще больше повысить, потому что 500 тысяч сомов для снежного барса на сегодняшний день популяцией составляет 300 особей. Это еще не точные цифры. И 500 тысяч – это слишком мало для снежного барса. Надо еще больше повысить. Например, в соседнем Таджикистане это 30 тысяч долларов за снежного барса. И они хотят еще повысить. Ну, мне кажется, здесь каждая особь снежного барса на самом деле бесценна. И нужно делать все для того, чтобы сохранять их популяцию, потому что, как вы уже говорили до этого, их меньше и меньше становится с каждым днем. Но наверняка вы беспокоитесь, скажем так, заботитесь не только о альбирсах, заботитесь и о других. Я вижу, что вы принесли нам прибор, что он, для чего он нужен, каким образом он действует. Что это вообще такое? Да, как он называется? Давайте начнем со мной. Это по-разному называют сейчас. Фотоловушки, фотокапканы, фото… по-разному их называют. Ну, фотоловушки в основном называются. Эти приборы используют для съемки диких животных именно в определенных труднодоступных местах. У них определенные есть настройки, надо настроить, и они на это движение срабатывают, допустим. И есть своя специфика тоже, допустим, надо ставить не к солнечной стороне, а наоборот, чтобы когда солнце светит, тоже срабатывает. И надо учесть местность, какая именно, например, если более каменистая или там заросли много, соответственно, настройки тоже меняются именно по местности. А крепится на что? На все, что угодно? На дерево? Да, 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 на все угодно. А снимает только фото или и видео? Видео, и видео, и фото снимает. Тут в настройках все есть. Можно и на фото поставить, и на видео, или, наоборот, смешать. Вот гибридное положение есть, и фото снимает, и видео снимает. Вот кажется, как будто такой маленький сундучок. Можно взять и открыть. Да, и можно открыть здесь. А вот пленочка на сколько хватает, на сколько кадров? Нет, здесь флешка оставляется, в зависимости от размера флешки. У нас они, сколько здесь, 4 гигабайтные, 8 гигабайтные. И батарейка здесь ставится, допустим, мы специально их в Германии заказываем, такие батарейки, потому что у нас таких качеств, батареек нету, чтобы ставить сюда, и этих батареек иногда на год хватает, иногда на полгода, в зависимости от того, сколько с чем их сделало, да, этот прибор. Но мы как видим, то, что можно, и если даже на дерево, на камень, то водонепроницаемое. Да, 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 это морозоустойчивое, водонепроницаемое. Какие самые удивительные кадры вы делали? Кого вы фотографировали? Снимали на видео? Снежного человека поймали? Снежного Барса. Снежного Барса еще специалистам отправили фотографию, там какой-то луч непонятный, и туловище вроде на человеческое похоже, что-то непонятное. Ну, спорим специалист. Предлагаем посмотреть, давайте лучше посмотрим на эти фотографии. Ну, здесь мы видим снежный Барс. Ну, однозначно. Это у нас горный козел. Это горный козел, который умеет фотографироваться, умеет позировать. Мне кажется, знаете, мы до этого показывали сюжет о самых интересных инстаграм-аккаунтах. Мне кажется, что вам тоже можно там зарегистрироваться. И завести, да? Да, и завести, конечно, ознакомить всех карагастанцев с тем, что там происходит. Это уже волчица. Нет, это не волчица. А, это Барсук. Это Буровый медведь тяншанский. Ну, очень интересно, на самом деле. И мне кажется, вашу деятельность нужно развивать и далее. Если взять, допустим, в той же России один зоопарк очень активно пиарил историю козла и тигра. А, Мура и Тимура. Да, Мура и Тимура, вы знаете, наверняка можно придумать каких-нибудь персонажей и у нас выбрать самые колоритные и, скажем, просвещать свою деятельность в социальных сетях. Мне кажется, это было бы как минимум познавательно. Да, мы подумаем над этим приложением обязательно, конечно. Ну, вам удачи в вашей работе, успехов, самое главное, чтобы вы с каждым днем делали больше и больше. Я напомню, что в гостях у нас Шайлот и Зигчиев, Ибек Булот. То есть, Горюша, вам спасибо большое. Спасибо вам, что пригласили. Благодарим еще раз. Надеюсь, еще не раз встретимся. И хоть с вашей помощью, хоть как-то нам удалось донести до нашего телезрителя, что экологию надо беречь, дикую природу в основном. И наша природа, она такая хрупкая. В связи с работой мы побывали во многих местах нашей страны. Наша природа такая красивая. И в такие моменты понимают, что надо беречь природу, надо хорошо относиться. Ведь она у нас такое драгоценное, такое богатство. Давайте беречь экологию. Вот такой позив, мне кажется, да, и вот позив того, что действительно нужно беречь природу. Огромное вам спасибо и, конечно же, успехов в вашем благородном деле. Утралайф продолжается. Увидимся через пару мгновений.